Всем доброго позитивного утра из Берлина. Мы уже сегодня в пути, выехали. Едем в место, где родился мой муж. Хотим посетить его бабушку. Бабушка живет в доме престарелых, ей уже 99 лет. Осенью будет 100, представляете? Ну, она еще такая, как сказать, мобильная, еще ходит со своим рулятором и, ну, маленько, конечно, уже всех забывает. Меня-то всегда вспоминает, знает по имени. А Наинна уже иногда путается со своим сыном. Ну, вот хотим ее посетить. А сейчас сначала заедем за свекровью. Она едет тоже с нами. Это ее мама. Мама Инга. И едем в Рюбель. Называется место. Очень красивое место. Там очень красивое озеро. Тоже любят немцы там проводить отпуск. Ну, и вам покажу, что смогу. Не знаю, захочет ли свекровь с вами познакомиться и захочет ли, чтобы я бабушку сняла. Ну, посмотрим. Увидите, короче. Оставайтесь с нами. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребятки, мы приехали. Здесь живет моя свекровь. И мы когда-то здесь вот на первом этаже... Нет, на первом. На втором жили с Инга. И тогда еще у меня сын был маленький. Вот здесь вот я с ним гуляла. Шпильпляц. А это вот его детский садик был. Отводила его сюда, в детский сад. И шла вон в ту сторону больница. Там подтверждала свой диплом. Работала. Делала практику. А сын вот здесь в садик ходил. Иногда свекровка его отводила. Вот так. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А самое главное здесь очень вкусно готовят Вот такая морская тема на окнах Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но у меня печень с картофелем и с яблоками Вот тут такая красота Хорошо пообедали Вот такой ресторанчик Ну а теперь поедем к бабушке Добавил субтитры DimaTorzok Вот так выглядит снаружи дом престарелых Цветочки тут посадили Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Это баба Ольга Девяносто девять лет Да? Да, омщин Сетс тых дохин Хе-хе-хе 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 У меня вот такая ванная комната Душевая, туалет Привет Вот такой шкафчик И большая ванная Я не знаю, что с тобой «Альба Франик» Валя, а «Альба францов» Валя, а «Альба францов» Хе-хе Не, из них спаси, Тома. На, эцэйма. Вегет зти. Муди, вегет зти. Вегет зти, Ома. Мир гэзэс хур. На, прямо. Сеня филмт. Я буду анборген. Якщо так... Мудина? Мудина? Я не ехал едя много. Я ехал едя мало. Я не ехал едя много. Угу, фишки? Душа не рес самых много. Так, вы можете разпактов. Вы можете разпактов? Смотрите, что дома есть небольшие крючки. Расоленz, которые держат долго. Расолензам. Я спросила у бабы Ольги, как у неё дела, на что она ответила, что очень хорошо. Теперь распаковывает подарки, которые ей привезла свекровь. А свекровь убирается в шкафах. Сказали бабе Ольге, чтобы распаковывала свои подарки. Иногда она забывает. Ну вот теперь распаковывает. Вот, всё это сладости для неё. Пакте, а не в челленд. Возьмите, а не в челленд. Лауто кексы, не? Да, это тесто кексы, не? Угу. Кукун. Кукун? Угу. Кукун. 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 Машь, а не в челленд. Да, да, ешь, а не в челленд. Спросила баба Ольга. Инга ли тоже любит кексы кушать? Ну, печенье. На. Jetzt бисту передача. Сыплят. 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 Да, я тоже. Я тоже, что делала. Я тоже, что делала. Да, мне тоже получилось. Реще. Сыплят. Баба Ольга рассказывает, когда Кристо была маленькая, всегда дети ей говорили, дразнили ее Кристо министр. Вот так ей это присвоили. Вот прозвище министр. Ну а теперь идет Кристо, смотрит, что у бабушки в шкафах, что нужно выкинуть или что еще докупить. Вот видите, все тщательно разглядывает, даже читает, что написано. Даже еще может немного прочитать. А здесь баба Ольга вспоминает, когда Инну еще был маленький. Здесь баба Ольга спутала моего мужа. Мужа своего внука со своим сыном. И рассказывает, что во время войны, когда они быстро уходили от русских, что Инга бежала за ней. И рассказывает еще, что русские никогда детей не трогали во время войны. Конечно же, это был не Инго, а его дядя, ее сын. Баба Ольга рассказывает с гордостью про свою комнату, что комната большая, хорошая и она в ней живет одна. Да, да, да. И да, да. Это был Кретар. И да. У вас пока не было сид�е. И это уже пять лет. Скажите Кристо говорит, тогда надо мне подтяжку сделать, чтобы я хорошо выглядела в кадре. А Инга смеется, говорит, я могу тебе прищепку дать. Сзади тебя висит, можно прицепить. Ну вот мы и прощаемся с бабой Ольгой. И каждый раз, как в последний раз, неизвестно, увидимся в следующий раз или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы уже и дома. Прекрасно провели сегодня день с бабой Ольгой. Жалко только, что не погуляли. Была плохая погода, шел снег, и как-то такой сильный был ветер холодный. Поэтому вот сколько с машины смогли, поснимали. А на улицу было выйти невозможно. Хорошо в ресторанчике посидели, вкусно покушали, даже объелись. Ну ничего. Потом съездили, сдали тест на COVID, потому что в доме престарелых нужно всегда предъявлять тест. Помимо ваших прививок. Сделали тест и поехали к бабе Ольге. Ну, хотела вам еще обо бабушке немного рассказать. Это, как я уже сказала, Ингина бабушка. Зовут ее Ольга, но, конечно, она по национальности чистокровная немка. Почему ей такое имя русское дали, не знаю, что-то я даже и не спросила. По-моему, ей это ее мамы понравилось это имя, поэтому ее так назвали. Ну, баба Ольге 99 лет, как я и сказала. Надеюсь, что мы в октябре, в конце октября, справим ее столетие, что она доживет еще до этого дня. Она сама даже в это не верит, что уже такая старенькая. В Хайме она живет уже лет пять. До этого она всю жизнь прожила в этой деревне. В этой деревне и родился мой муж. Это его место рождения. Она всю жизнь там прожила. И лет пять лет назад свекровь ее забрала сюда, в Берлин. Она отдельно жила в своей квартире двухкомнатной. Свекровь ходила, помогала ей. Ну, а потом бабушка уже не стала на улицу выходить. Уже как-то одна боялась. И уже стало ей тяжеловато. И она говорит, а дайте меня в доме престарелых, но только не здесь, не в Берлине. Отвезите меня на родину. Это рыбель от нас где-то полтора-два часа на машине. Ну, и отвезла ее свекровь на родину и вот определила в дом престарелых. Там она живет прекрасно. Ей очень нравится. Она говорит, за мной уход. Я, говорит, никого не напрягаю из родственников. Ну, живет там хорошо. Нравится ей сестры. Все доброжелательные. Не то, что у нас здесь в Берлине, знаете. Там вроде бы дом престарелых немного получше. Как я вот посмотрела, уже несколько раз я там была. Вроде бы все чистенько, аккуратненько. Старички ухоженные, довольные. А это и самое главное. Ну, что еще баба Ольге рассказать? У нее четверо детей. Три сына вот она уже похоронила во взрослом возрасте. Уже все три, все три один за одним ушли. Ну, а осталась вот только моя свекровь. Одна, единственная дочка. Всю жизнь баба Ольга работала в больнице шеф-поваром. Очень хорошо готовила. Инга до сих пор вспоминает ее гуляш, как она готовила. Всегда это ему так нравилось. Он всегда каникулы проводил летние у нее в деревне. Уже даже, говорит, баба Ольга рассказывала. Все думали, что это мой сын, и даже не верили, что это мой внук. Ну, и вот так он постоянно у нее там на все лето находился. И у него друзья там еще остались. Мы их иногда посещаем, общаемся. Ну, вот так. Баба Ольга такая, знаете, по характеру жизни радостная, веселая. Ну, и, конечно же, характер у нее еще такой. Она почти всю жизнь прожила одна. Что-то с мужем у них не сложилось. Она с ним развелась. И вот одна воспитывала четырех детей. И, конечно, не на кого было ей положиться. И все она привыкла решать сама. А когда вот в квартире в Берлине жила, то свекровь моя приходила и постоянно ей все говорила. Это не так, это не так. Это ей всегда не нравилось. Потому что она привыкла же все сама. А тут приходит дочка и что-то права качает. Да, это ей не нравилось. Ну, ничего. Ну, сейчас в Хайме довольны. Это самое главное. Маленька, конечно, уже забывает. Деменции у нее нету, но она забывает. Иногда, когда долго не приезжаем, она меня-то всегда узнает почему-то, не знаю. А Инга, она постоянно путается со своим сыном, который уже умер. И его именем называет. Ну, а потом, когда мы скажем, расскажем, что, как, она понимает. И, конечно, потом уже вспоминает, какой Инга был, да, когда был маленький, и про его детство, и все, вот у них беседы. Ну, и иногда что-то помнит, иногда нет, иногда спрашивает, дети у нас есть или нету. А потом вспоминает, а, да, помню. Ну, вот такая забывчивая маленькая. Ну, видели сами. Ходить еще ходит, вот с рулятором. Она молодец. И мы даже, когда пришли, вы же видели, она была одетая в шляпке уже и куртку одела. Пошла нас встречать. Хотела нас встречать уже, думая, что что-то не едут. Медсестры ей сказали, что мы приедем. Она знала и уже не могла, наверное, дождаться, и хотела уже идти нас встречать, а мы тут зашли. А она, вот видите, даже сама куртку одела, шляпку одела. Да, ну, вот так вот рассказала вам в общих чертах про бабу Ольгу. Такая она у нас молодчинка. Ну, а теперь хочу еще рассказать вообще у нас в Германии, как в доме престарелых, да. Вообще немцы, и это я, пожив здесь почти 8 лет, и проработав 23 года в доме престарелых медсестрой, могу тоже сказать, что это, как сказать, правильно иметь такое отношение к тому, что если ты уже один не можешь дома, и чтобы не напрягать родственников, лучше пойти в дом престарелых. У них там прекрасное обеспечение, конечно, не во всех есть и хаймы, и плохие, да. А сейчас и медработников не хватает, но хороших еще можно найти, да. И они там хорошо проводят время, с ними занимаются, и рисуют они, и что-то мастерят, и даже иногда пекут печенье, или делают вафли, да, и 24 часа в сутки за ними досмотр. А представьте, если человек вот заболел деменцией, и вот как вот вы не сможете так долго его дома за ним ухаживать, да, это вам не так просто. Ладно, поначалу, когда еще просто будет маленько забывать, что и как, как-то можно еще с ним его и направить, и сказать, и все. А потом это же все, болезнь прогрессирует, и уже ничего вы с него не сможете сделать. Они уже ходят сами по себе, говорят сами по себе, что могут вам и воду включить, и пожар устроить, и все, что хочешь. А немцам же всем надо работать, и всем надо зарабатывать деньги, пенсию, никто так шибко не может с ними дома вот 24 часа находиться, да. Вот и поэтому отдают их в Хайм, Хайм у нас называется, да, дом престарелых, Хайм для старых людей. И вот за ними там уход, и они при присмотре, ну и, конечно, большие деньги платятся, да, вот даже наша баба Ольга, по-моему, 2,5 тысячи в месяц вот стоит место в... Ну, комната у нее отдельная комната, раньше она у нее двухместная была комнатная, теперь у нее, ну, только для нее комната отдельная. И вот 2,5 тысячи, может даже побольше, точно я не спрашивала, ну, где-то примерно так в месяц стоит вот эта комната для нее с уходом, с питанием. Помимо этого еще платят, вот, свекровь моя отдает какую-то сумму определенную на карманные расходы, там, ну, эту парикмахер оплачивается из этой суммы, педикюр, маникюр, аптека, да, когда, если какие-то там лекарства, ну, вот такое, ну, на такие, на бытовые нужды вот отчисляется какая-то сумма. Когда деньги кончаются, она опять эту сумму отдает туда, в хайм, и вот так распоряжаются. Это так. Конечно, которые старики еще более-менее, как со своем уме, ну, просто, может, только старенькие, да, их еще можно за ними ухаживать, господи, что они там много вас объедят, или много времени вы на них потратите. Конечно, нет. Но у кого деменция, никому не советую так долго ждать и себе создавать проблемы, да. Лучше нанять или человека, чтобы сидел, чтобы у вас какое-то было свободное время на себя для вашей собственной жизни, да. Или вот есть такие учреждения у нас в Германии, да, не везде есть, наверное, и в других странах тоже, я думаю. Ну, вот так вам немного рассказала, как у нас обстоят дела и какие вот у нас условия здесь в Германии, да, для пожилых людей. Есть, конечно, еще такие организации. Хаус-Кранкенфлеги у нас называется. Это когда медсестры приходят к вам домой, ну, и ставят вам таблетки, уколы, ну, помогают вам там по дому, что это тоже такое, есть такой тип ухода за старыми людьми. Ну, а которые уже совсем не справляются, да, или в коляске сидит, или уже в кровати лежит человек, тогда в таких отправляют вот в дом престарелых. И там они завершают свою жизнь. Ну, вот так вам рассказала. Надеюсь, вам мое видео понравилось. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok